Продолжение следует... Я не поверила. Я сегодня вышла в дом и была потрясена. Забор ставят к Варварке, потом он пойдет от Варварки и будет храм Троицы в Никитниках. Потрясающий памятник архитектуры середины 17 века. Он тоже будет огорожен. Но больше всего, меня даже не это удивило, меня удивило, как выглядит этот забор. Он удивительно похож на забор, который возвели вокруг Белого дома после известных событий. Так что приметы, они во всем. Вот в этом заборе, вот в каждом слове, вот в этом охренеть. И каждый воспринимает эти приметы по-своему. Вот я сегодня, когда посмотрела на Евгения Степанова, я вдруг забыла, как его зовут. Дорогого друга. Потому что вот как бы такой поэтический нокаут сегодня, он очень сильный. Я думал, он только со мной. Как вы меня утерпали. И это не первый раз. Евгения Степанова? Нет. Нет, Евгения Степанова я не забываю, но по-моему, протез. У Евгения Степанова вышла книжка, которая очень странно называется. И он, наверное, сам не может объяснить, почему так. Я объясню. Спасибо. Я сейчас скажу. Да. Евгения Степанова. С новой книжкой. Во-первых, я хочу поздравить всех нас с выходом замечательной книги Марины Кудиновой. Потому что это действительно явление и это событие. Это первая книга. Это первая книга спустя 20 лет, можно так сказать. Да, можно считать и первая. Можно сказать, что и первая. Поскольку Марину Владимировну я начал издавать еще в газете «Трудовая новость», это было действительно в 80-е годы прошлого тысячелетия, то у меня эта книга имеет какое-то особое значение, как пример и феномен того, как язык практический на наших глазах превращается в язык поэтический. То, что вот говорили ученые о Паязе. И в свое время Шкурский написал такую работу, которая называлась «Воскрешение слова». Так вот, Марина и воскрешает это слово практическое и делает его живым, поэтическим и сакральным. И как станок, как такая машина, как завод перерабатывает вот эту и обсценную, и просторечную, и офисную, и сленговую речь в поэтический язык. Это чудо. На мой взгляд, это чудо. Поэтому после Марины я бы лучше помолчал, либо представил свою другую книжку, которая называется «Профетические функции поэзии» или «Поэты-пророки», которая у меня вышла как параграф моей докторской диссертации о современной поэзии. Но раз уж представить книжку «Спасибо», то сначала я объясню, почему так было названо. Книжка, на самом деле, была названа очень простым словом «Спасибо», но верстальщица, моя сотрудница с 20-летним стажем, Марина Владимировна, она говорит, «Жень, ты знаешь, слово «Спасибо» очень длинное, оно не влезло в обложку, и поэтому я разобью на две части. Я говорю, ну, ты очень хорошо придумала, и получилось вот по воле Марины Владимировны кива, вот, иначе, вот такая книжка. То есть, все очень просто. А сейчас я прочту несколько стихотворений. Называется стихотворение первое «Тогда». Что же было тогда? Воровали, истребляли своих, Негодяи учили морали, и морали святых. Наилучшие были убиты, И убиты слова. Сквозь бетонные серые плиты Пела песни трава. Пела песни трава и малеха, Изменялась эпоха греха. Некрасивая эта эпоха, И червивая, точно труха. Как не будет. Воцарилась погодка студенная, Не жалеет она никого. Это скво не твоя, а и вонная, Не вернуть, хоть убей, статус-кво. Проиграть это гнусно. Ну что еще? Вам сказать проиграть, дело швах. И стыдобище точно побояще Отражается в гуннских глазах. Ничего. Не один же на свете я. Кто кукует в последнем ряду. Я живу больше тысячелетия. Я какой-нибудь выход на еду. Я приду, приканаю под мухою. В твой палац, а точнее подвал, Как валуев, свалю оплеухаю. Чувака, что с тобой поддавал. Ты кудахтать начнешь точно куриться. Ты мне кинешься, дура, на грудь. Ничего. Все еще образуется. Ничего. Как не будет. Как не будет. Эпоха. И жулье, и сатрапы, и лютуют чуть что. Кроме мамы и папы не поможет никто. Всюду наглые рожи. Все чего-то хотят. У меня, впрочем, тоже не апостольский взгляд. Вот такая эпоха. Не эпоха, говно. Это плохо. Неплохо. Это то, что дано. И такое. Забыть бы о Чернавском, дабы, Не снилась дыба, как лафа. И недовольные, как бабы, Не брали жабы, но туфа. Я не обрел брони рептилий. Мелькает сос в моей мольбе. Забыть бы о Чернавском, Или забыть, как схимник о себе. Забыть, забыться, раствориться В горбатом воздухе ночном. И Бог, а может быть, дениться, Меня расспросят обо всем. Я набью, чем точно верблюд, тюками. Тюками контрактов, проблем, напасть. Я поддерживаю сердце руками, Иначе оно может упасть. Двадцать лет кряду. Офис, работа, галстук, точно удавка, Сорочка, пиджак. Я хочу, как Мюнхгаузен, Вытащить себя из болота. Вытащить себя из болота я не могу никак. Я люблю Наташу. Она далече. Прогоняю Машу. Она со мной. Получается так. Судьбе невозможно перечить. Получается так. Жизни не будет иной. Начинается нечто такое, Чему, Ни к чему, ни слова, ни дороги. Прикоснусь и пойму, Посмотрю и пойму, Не пойму слишком много. В итоге вознесется воздушный Над офисом шар, Упадет на лепешку коровью, Точно Дракула кровью Упьется комар И умрет переполненный кровью. Росточек, который зимою зачах, Разомлеет в объятиях лета. И в обычных, Свинцово-пунцовых глазах Заневестится унция света. Я покаюсь за спешку Стихи и грехи. Я засну, как трехлетний мальчонка. Приснится деревня тамбовская. Поют петухи, Петухи пукарекают звонком. Пейзаж не важен, Важен раж, Кураж, настрой, Важна подруга, Которая с тобой, Как паш, Пускай не паш, Важна потуга. Понять, улучшить этот мир, Улучшив собственное эго, И радоваться, как жуир, Как бон-виван, В пустыне снега. В пустыне снега холод, Лед, Но ты не лед, И в этом фишка. Пейзаж не важен, Важен тот, Кто сам пейзаж, А не пустышка. Прокудин. Плачет Егорка Прокудин, Счетчик удач на нуле, Не было, нет и не будет Рая на грешной земле. Плачет мужик горемычный, Феней бронит этот мир, Пьет по старинной привычке, Черный, как вечер, чефир, Воспоминанием заслона нет, Не уймутся никак. И вспоминается зона, Шконка, больничка, барак, Острая, как пилорама, Память крошит мужика. Мамочка, мамочка, мама, Участь его нелегка. Плачет Прокудин и Егорка, Радости нет ни на грошу. Что ж ты, судьба, крохоборка, Слезы ему не утрешь? И в заключение еще. Год ускакал, как зеленый кузнечик, Век волкодав превратился в щенка. Я понимаю, что хвастаться нечем, Я понимаю, что жизнь коротка, Но вспоминаю, что было со мною Пять тысяч лет или больше назад. И говорю с вековою сосною, Точно Мичуринец или Юнат, И говорю с тем далеким мальчишкой, Что не родился на свете пока. И точно зэк, говорю перед вышкой, Все перемелется, будет мука. Кстати, будет мука, Это такое часто я слышал На тамбовских просторах выражение, Не знаю, может быть, и где-то еще это. Ну и вот такое. Эти люди Посвящу всем моим друзьям, Присутствующим в этом зале. Эти люди бывалые, старые, Эти люди не бла-бла-бла, Они помнят и дурку, и нары, И помнят горе, не помнят зла. Эти люди по-прежнему и юными остаются, И лет хомут, им не страшен, Ночами лунными серенады для дам поют. Эти люди живут и, как водится, Не боятся тюрьмы и суммы. Забереги же ты их, Богородица, Эти люди мы. Спасибо. Вы знаете, время от времени Евгений Степанов присылает нам по e-mail Какое-нибудь только что написанное стихотворение. Мы его читаем, распечатываем И прикалываем на стеночку. И несколько дней Как бы ощущаем лечебный эффект. Вообще, вот такое ощущение, Что когда настоящая поэзия, То с организмом что-то происходит. Такое впечатление, Что она имеет какую-то невероятную Лечебную силу. Настоящая поэзия. И наоборот. Да? И наоборот. У нас сегодня в гостях, можно сказать, Тамбовская поэтическая... Боже, Олл. В лице Марины Кудимовой И Евгения Степанова. У нас еще Сергей Бирюков. Вот так вот мы, да. Трое, это уже как-то по-русски. Это уже сильнее. Может быть, есть к Жене какие-то вопросы? К Евгению Викторовичу. Книжка вышла совсем недавно. И когда... А летом сегодня у нас Сельчаком Дмитриевичем Большая радость. Мы имели возможность пережить Две книжки. Черед и Спаси Бог. Ну, между прочим, Конечно, у меня, как, в общем, Человек, который интересуется староверами, Сразу немножко вот одно укололо. Дело в том, что Спаси Бог Было раньше, да? И когда появилось слово спасибо, То старобрякцы его тут же отвергли. Сказав, что вот эта буква, Бог-то ушел Из этого слова. Но, возможно, в этом и есть Какая-то суть этой книги. И вот Дмитрий, Он когда прочитал Спасибо, То тут же позвонил Евгению Степанову И сказал, что Эта книжка особая. Сказал, спасибо. Спасибо Богу. Спасибо Богу, он сказал. Да, сравнив. Исповедательные стихи. Елена Васильевна, можно мне? Вызвали. Я вот просто так подумал немножко, Проанализировал вот такую вот Характерные эти стихи. Они вот возникли не просто так. Видимо, это самообщество Как бы диктует этим своим, Этим самым, кошмаром. Вот если взять в свое время, Брюсов хотел как-то выделить Из поэзии какую-то научную поэзию. Из этого ничего не вышло. И Есенин писал кабацкую Тоже кабацкую лирику. Там тоже кошмарное выражение. И все это. Но это все-таки не привелось тоже. И блок тоже проникли. Да, да, да. И столько было этого. И улица корчилась без языка. И все, она продолжает еще больше корчиться. Ну, по-видимому, сейчас вот просто Находится такой криминальный Самый криминал Настолько уже заблодел. И экстремальность. При таком, все говорят, Народ такой больной. Его надо лечить туда-сюда. А тем не менее, Навязывают какие-то кошмарные Криминальные виды спорта. От которых человек просто умирает Раньше времени. И неужели, думаешь, Вот это все должно иметь Такую почву, Которую будет подпитывать Вот это вот самое все художество. Только по необходимости. Но интереса это не может Пробудить. Это не может пробудить. Не случайно человек Вот не сидит там, где грязно. Не сидит там, где это самое. Так же и слова выражают. Вначале было слово. Ну, очень интересно. Я тоже хочу высказать. Да все это писать. Почему это нужно преодолеть? И брать на вооружение. Видимо, в силу какой-то неоткодилось. Я понимаю, что сейчас ручение Оладьи были существует. Григорий Орлинского Аппонирует Ебаладь. Потому что сейчас Батрян, например, вырос на улице. Я крутился Среди самых таких отъявленных И в лотарее и все прочее. Но они знали, Когда это все употребить. И они сейчас в гробу ворочаются, Когда литераторы Говорят их языком. Понимаете, Что я хочу сказать? Это ужасно. Это ужасно. Это не очищает воду. Воду ему нужно было еще очищать, Которому Яковский говорил, Что улица корчится без языка. А ее начали наоборот. Вот как яузу. Ее не очищают, А наоборот. Вот сколько больше не говорят, Туда забрасывают всю грязь. И так далее. И наконец доходит до того, Что общество смиряется. Ну ничего, и в грязном лучше тоже. Даже лучше спокойно. Это охреневает. Да, охреневает. Вот эти выражения все. И это за это ужас один. Это было стыдно даже вообще Вот так нормально вообще говорить. А сейчас дети фигут, И они употребляют эти выражения. Из детства. Никакого воспитательного процесса. А теперь можно два слова. Я тоже хочу сказать. Я критик. Я не критикую. А я критикую. Ну что, поэзию 90-х и нулевых годов Критики окрестили одним словом. Это аутизм. Поэзия аутизма. Ну и конец, я услышал в поэзии Кудимовне, Что она насквозь пронизана сегодняшним днем. И мы видим сегодняшних людей, Сегодняшние проблемы, Сегодняшние слова, в конце концов. Это большая редкость. Чтобы жизнь вошла в поэзию. Я думаю, за такой поэзией, И, кстати, и у Евгения Степанова, У которого не апостольский взгляд. Да. А какой был апостольский взгляд? То же самое. И таких растений очень мало рождается. Я думаю, что вот уже нулевые кончились, И, наконец, такая поэзия может привлечь людей, Читателей, и в общем, встать на ноги. Потому что поэзия аутизма только отталкивает. Можно тебе сделать заказ. Так что я закончил. Заказ простой. Ты написал гений о Губанове, Как его ближайший друг. Потрясающие вещи. Ничего более сильного они не помнили. А вот новая поэзия, Она вот тут. Тамбовская группировка тебе по зубам. Да. Подарите ему по книжке. Да. Понятно. Светлый Владимирович, А вы как профессионал, филолог? Что? Что бы вы сказали о современной поэзии? Просто интересно. Нет, ну я могу, единственное, На что возразить, Это то, что он все-таки Орфография, это очень важная вещь. Другое дело, что я согласен, Что ее преподают. Да, это скучно. Безграмотно, да? Скучно. Но утрата орфографии, Есть на самом деле утрата Своей собственной истории. Потому что вот, Ну вот, провели, Большевики реформы орфографии, И в значительности это люди Перестали понимать Огромные пласты собственного языка. Мир через источки, Мир через обычное, Да, это совершенно разные вещи. Если вы понимаете, Вот если вы видите, Да, то вы понимаете, Что мир через без источки, Это мерус, То есть это мера. Просто естественно, Прошел так называемый Процесс итоцизма, И Э превратилась в И. И совсем другие образы возникают. То есть совсем другой Языковой материал. И соответственно, Понятийный ряд, И так далее. Вот греки, При левом правительстве, Десять лет назад, Провели реформу своей орфографии. И фактически перестали понимать Язык, который существует Три тысячи лет. Да, потому что там как бы Все, что произносится как И, Стало писаться через И. Да, и новые поколения Уже не могут понять, Что же было написано Три тысячи лет до этого. Да, перестали понимать Происхождение слова. Собственного. Да, то есть перестали понимать, Откуда оно такое взялось. Это, в общем, на самом деле Опасная вещь, потому что Это опять ведет к зазубриванию. То есть тогда вас Вынуждены зазубривать Те или иные лексемы, Потому что вы не можете Их запомнить. То есть вы их не можете Почувствовать, да. Понять, почувствовать. Исходя из истории. А генетическая память Может быть? Исходя из истории этого слова. Конечно. И даже по наследству передали. Да. Ну, тем не менее, понимаете, Ведь зрительный ряд Очень важен для человека. Потому что генетическая память, Она генетическая память всегда. Но ее же надо стимулировать, Чтобы она просыпалась. Вот. И, конечно, В этом смысле Тут вот есть Некоторая опасность. Но я оптимист. Я считаю, что, конечно, Эксперименты с языком Всегда происходят. Это неостановимая Ситуация По чистоте русского языка. Использовать слово можно. Можно использовать слово. Нет, нет. Я просто хочу сказать, Что... И церковно-славянского варианта. И даже какое-то Плотное выражение. Но оно должно быть Где-то как-то Ну, как-то Как-то Незаметно Как-то Подойти к этому самому. Необходимо. При необходимости. А вот Это не какой-то Технологический вариант Вот этот Что я именно пишу Только так То это Это не серьезно. В чем я Савитаризируюсь Да, с Мариной Что Плач по Русскому языку Он раздается Ну вот С потопопового Акума Как минимум Да, Ну, во всяком случае В литературе Да, раздается. Но язык, тем не менее Не погиб А даже Ты одна мне Там Надежда и опора Да Вот это Тогда читающие Были проценты Вот Нет Но Вы понимаете Да Это видимость Нет Происходит Происходит Некий процесс Действительно Вульгаризации Вульгаризации Использования Языкового Наследия Безусловно Да Но Сказать, что это Однозначно Путь В могилу Я не могу Просто Как историк Который знает Как оно Происходило С другими языками Да То есть Что-то из этого Выросло Нашистие Варбару Что-то Совершенно Новое Какое-то Появление Варбару Приток И многое Отшелушится Вот здесь Упомянули Что там Есенин Писал Кабацкие стихи Но вот Мы сейчас Видим Результаты Этого Это шансон Но шансон Тоже улетит Тоже улетит Это достигнуто Но тем не менее Разделить трудно И я согласен С теми Честно говоря Вот с теми Батюшками Которые не хотят Это менять Мы можем знать Это Но менять Это не надо Мы можем Параллельным текстом Русский Церковно-славянский И Неизвестно Что в какой-то момент Лучше Потому что так сложилось В церкви Это другое дело Нет Ну церковно-славянский язык Это немножко Требляя ситуацию Один такой Платной язык Что он может быть Каким-то таким Текущим Значит это просто Все может быть История Далантливого Если вы говорите О языке молитвы То это совершенно Особый вид текста Понимаете Там вот Сам этот вид текста Заставляет вас Испыдывать Определенные переживания Потому что Это Даже не творчество Каждое слово Стоит на своем Тысячелетии Иногда проверенном месте И это уже на вас влияет Понимаете Я вам могу сказать Что А вы послушайте Песнопение на древнееврейском Не на еврейском А на древнееврейском Вот когда В синагоге Или в светской Вполне обстановке Поются псалмы Скажем Или Поются Ветхозаветные тексты Любые Мурашки Просто По коже пробегают Понимаете Потому что Потому что Даже Я Очень мало знаю Древнееврейский Буквально Несколько десятков слов И грамматики не знаю Ничего не знаю Не морфологии Никаких вещей Не синтаксис Но это воздействие Понимаете Вот просто Насыщенность Как бы Даже звукового Вариата Воздействие Я думаю Что Может быть Подведет итог Наследница Гедеминов Анна Наши друзья Давай подводим Княгиня Княгиня Княжная Я пытаюсь Объяснить Что это разные Да Княжная Это до замужества А княгиня После Конечно Как графиня И графинка В общем Раз я подвожу итог Я хочу вам всем Сказать Что я вот Здесь бываю очень редко По-моему Всего третий раз И одно из Два Или одно Все чаще И я вам хочу сказать Что я испытываю Просто настоящее счастье Когда я здесь нахожусь Потому что сначала Меня раздает Ну то есть Я не говорю сейчас О стихах Я очень люблю Этих поэтов Мне кажется Достаточно хорошо знаю И они знают Что я знаю И что я Думаю Они тоже знают Но то Как вы на это Живо реагируете Как вы замечательно Спорите А потом выясняется Что вы говорите Одно и то же Но вы друг друга Не слышите Поэтому вы продолжаете Спорить Это вообще Так замечательно Созидательно Между прочим Звучит Что мне кажется Что все будет хорошо Ну что ж После того Как мы поаплодируем Анне Гедемин Я думаю Что мы немножечко Передохнем Получим подарки А потом снова Соберемся Чтобы почитать Да Сергей Шелок Доктор филологических Мне очень приятно Что я сегодня попал Во-первых Я хочу Поблагодарить Марин Кудимову Потому что Вот слово Такой плотности Какой-то Не обижайтесь Мужской И когда Понимаешь Что Реакция Очень понравилась Или там Очень не понравилась Это не та реакция Вот эта ситуация Когда хочется Еще раз Прочитать И я согласен С вами А во-вторых Мне очень Приятно Потому что Ну вот Мое участие Здесь в основном Как раз Было связано С желанием Там Как-то приблизиться К изучению Поэтического языка Которому вообще Много-много лет И я хотел бы Вот две Маленькие Такие справки Дать Что Известно И мне стало Довольно поздно Известно Что на самом деле Очень многие наши Крупнейшие языковеды Там В ранге Шенкоров И корреспондентов Оказывается В сороковые Пятидесятые Шестидесятые Годы Играл в такую игру В том числе На лекциях Со студентами Вот Надо было Написать слово С максимальным Количеством ошибок Но так Чтобы оно Воспринималось И там Значит И Щербов И Аванесов И Ну Они это вот Гениально делали Но Понятно Что Они знали Как писать И требовали Студентов Грамотность Тем не менее Вот такая вот Игра была И это вот Такой эксперимент Который В то время Наверное Вообще Многого стоил А что касается Вот Еще одного Ситуации Даже вот В классических Учебниках По языкознанию Когда там Дается какое-то Определение Языка То Наметилась Такая Простейшая Понятная Тенденция Если раньше Говорили Что язык Это средство Выражения Мысли Ставили точку Ну и там Говорили То сейчас Чаще Даже Вот самых Обычных Плохих Или хороших В учебниках Пишут Выражение И формирование Мысли Потому что Нет просто Некого смысла Который Вот по какому-то Там Алгоритму Выражается И мне кажется Что Вот в этих спорах Стоит учитывать Что Вот смысл Он и формируется Тоже Особенно Вот Подобного рода Выступлений Я просто Очень благодарен За то Что сегодня Мне Возможность Услышать Формирование Смысла А не просто Передача Того что я уже знал Спасибо 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 Спасибо